Вопрос стоит остро. Так эксперты говорят о проблеме с распространением синтетических наркотиков в стране. Интернет пестрит объявлениями с предложением работать курьером или водителем, но когда человек выходит на связь, выясняется, что нужно закладывать наркотики в разных точках города. На опасное явление сконцентрировал внимание и глава государства в своем послании, призвав бороться с этой социальной болезнью на общенациональном уровне. Мои коллеги из Петропавловска вышли в рейд с местными волонтерами и полицейскими и узнали, как проходит борьба с распространением синтетики в городе. Я вот хотела вам показать страничку в инстаграме, на которой доступны все контакты, если вы стали свидетелем употребления наркотиков. Виктория Комарова – волонтер из Петропавловска. В 2021 году она присоединилась к движению «Ашикжурек». Это добровольное решение. Здесь каждый вносит свою лепту в спасение человеческих судеб. Виктория, например, оказывает информационную поддержку и активно участвует в закрашивании рекламы с наркотиками. К слову, бойцы в клуб «Ашикжурек» требуются постоянно. Несмотря на примитивность, заборная агитация помогает наладить сбыт и привлечь молодежь в наркобизнес, отмечают волонтеры. Например, в ходе сегодняшнего рейда ребятам удалось уничтожить пять наркограффити. Запомнился момент, когда мы показывали тематическую сценку, которая направлена была на то, чтобы показать обширной аудитории людей тему наркопреступности и тому, как это карается на уровне законодательства. Вы довольны своей работой? Да, мне все нравится, и я считаю это очень важной деятельностью. Акции по закрашиванию наркорекламы принесли свои положительные плоды. Если сравнить с аналогичным периодом прошлого года, то в Петропавловске стало гораздо меньше подобных граффити, отмечают полицейские. С начала года в Североказахстанской области выявлено 16 фактов распространения синтетических наркотиков посредством интернета. За отчетный период 2022 года Управлением по определению наркопреступности выявлено 157 наркопронушений. К уголовной ответственности привлечено 89 человек, в том числе 52 человека. Это именно по сбыту синтетических наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 380 килограммов различных наркотических средств, в том числе 2 килограммов синтетических наркотиков. Присечен канал поставки наркотических средств, именно синтетических наркотических средств города Алматы в город Петропавловск. Присечена деятельность также Управлением по изготовлению синтетических наркотиков в лаборатории. Борьба с распространением наркотических средств идет по всем фронтам. От массовых профилактических мероприятий до активной работы в социальных сетях. Конечно, движущая сила молодежь, но и старшее поколение не остается в стороне. Руку на пульсе в буквальном смысле держат и председатели КСК и ОСИ города. Сотрудникам полиции пришла такая светлая идея в голову, чтобы создать чат, вот именно СКО против наркотиков. И этот чат нас действительно здорово выручает. Во-первых, там сотрудники всегда очень быстро реагируют. Как правило, происходит задержание намного быстрее тех же закладчиков. Даже 2021 год, если взять, намного меньше всего этого стало. Синтетические наркотики угрожают здоровью нации своей дешевизной и доступностью, говорят эксперты. Сегодня в Центре психического здоровья Североказахстанской области на учете 528 наркозависимых, в том числе двое несовершеннолетних. Эта стена в Центре Петропавловска стала своеобразным символом борьбы против наркотиков. Городской художник Станислав Алерт на месте наркографики изобразил молодую маму и ребенка, тем самым привлекая внимание общественности к женской наркомании. К слову, Североказахстанской области на сегодняшний день на учете состоит с данным диагнозом 35 женщин. Большая часть из них матери. Индира Баймухамбет, Михаил Казначеев, Новое время, Петропавловск.